11.06 в Кирове. Сегодня среда. В студии Анна Лапшина и Олег Прохоренко. Доброе утро. Всем здравствуйте. Это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». А я рад озвучить сегодняшнюю тему. На самом деле, тема не нова, она время от времени возникает и в наших эфирах в том числе. Но сейчас она, на мой взгляд, очень актуальна. Сейчас, во-первых, идет и сезон большой, и большое количество артистов приезжает. Тема называется «Звездный бизнес. Хватает ли в Кирове концертных площадок?». Но мы не могли не пригласить к эфиру художественного руководителя творческого объединения «Киров концерт» Руслана Мамедова. Доброе утро, мои дорогие радиослушатели. Доброе утро, Аня. Доброе утро, Олег. Здравствуйте. Будем разговаривать. Благодарю вас. Кроме всего прочего, мне бы лестно было, если бы вы сказали нашего доброго друга. Правда? Нашего доброго друга и известного в Кирове деятеля культуры Руслана Мамедова. Я всегда к вам прихожу как на праздник. Люблю вас, уважаю и благодарю вас за такие темы, что вы их поднимаете. И кушайте, пожалуйста, мандаринчики. Руслан просто создает новогоднее настроение, как Дед Мороз. Да, он принес сегодня мандаринов. А мандарины, что это такое? Это витамины и эндорфины. Но эндорфины человек получает еще и через другие мероприятия. Тема наша сегодняшняя вызвана еще и тем, что сейчас все чаще, уже с середины прошлого года начала обсуждаться тема необходимости в Кирове большой площадки концертной для проведения, для того, чтобы принять здесь Мариинку, например. Для зазыва самых-самых крутых, самых рейтинговых артистов, коллективов. А началась она, насколько я понимаю, с инициативы губернатора Игоря Владимировича Васильева. Он как раз в эфире радиостанции в сентябре 2017 года озвучил, что в городе нужна масштабная концертная площадка. Она даст возможность включиться в гастрольные туры крупных профессиональных коллективов, театральных трупп, музыкантов. И он как раз в этом интервью сожалеет о том, что у нас люди собираются, аншлаги есть, а площадки такой, к сожалению, нет. И поэтому мы ограничены именно в наборе тех звезд, тех коллективов, которые могут в Киров приехать. Так это или не так? Могут или хотят? Я думаю, что вот свое экспертное мнение как раз Руслан Олегович может высказать сейчас. Нужна такая площадка, на ваш взгляд? Вы знаете, я как человек, который 25 лет занимается своей отраслью, культурой, шоу-бизнесом, индустрией. В общем-то, наверное, в новейшей истории, 25 как раз лет этому бизнесу, шоу-бизнесу, конечно, как говорят, двумя лапами за. Вот понимаете, я за любые телодвижения в нашей отрасли. Пусть будет больше хороших площадок, больших, больше техническо оснащенных этих площадок, комфортных, с парковками, с разъездами, с интерьером очень современным, красивым, пардон, с уборными. С сопутствующей инфраструктурой. Да, с сопутствующей инфраструктурой, потому что это дает оптимизм для жителей региона. Это инфраструктура. Раньше называлось объекты соцкультбыта, наверное, можно было это сказать. И поэтому, конечно, я буду, безусловно, поддерживать любые вот эти движения в эту сторону. Но как эксперт, благодарю вас, Олег, за такой реверанс в мою сторону, я все-таки могу сказать, что построить большую концертную площадку, а я думаю, что мы, когда говорим о большой концертной площадке, мы имеем в виду зал «Трансформер» как минимум на 2500 человек. Называлась именно такая цифра, по крайней мере, звучала. В Кирове таких площадок сейчас нет. Безусловно, нет. Я сразу начинаю понимать о том, что для этого должны были быть какие-то объективные предпосылки. Если мы сегодня говорим о том, что необходима ли нашему культурному пространству сегодня вот такая площадка, непосредственно, есть ли вызов, есть ли запрос на него, в том числе у публики, и, а, у так называемых собираемых артистов. Анечка, запомните вот эту штучку и пометьте, пожалуйста, так называемые собираемые артисты, потому что мы к ней чуть позже вернемся. Именно так называемые или просто собираемые? Я вообще, вот как бы, вы видите, если бы нас видели сейчас в эфире, я бы сделал руками вот эти два таких жеста, знаете? Кавычки. Мы поговорим о собираемости артистов, потому что не все аншлаги это называют собираемые артисты. Вот, поэтому на сегодняшний день должны быть экономические объективные предпосылки, географические, и, конечно же, должен быть потенциал тот, который может не просто построить эту площадку, а потом еще и долгое время содержать. Вот, если на сегодняшний день все эти объективные предпосылки есть, то надо делать. Если их нет, то это все компенсировать может воля, скажем так, инициатора. Я понимаю, что драйвером выступает господин Васильев Игорь Владимирович, большой ему привет. И, конечно же, если у него хватит политической воли, если, так сказать, он здесь пробудет, потому что эта история, знаете, 3-4 года, это нужно сначала поднять, потом запустить, потом 3-4-5 лет вот такой проект встает на ноги. Это не считая того, что нужно подготовить его еще, это еще 3-4 года. Безусловно, и в нашем случае я хочу вам так сказать, чем дольше будет этап подготовки, проектирования, моделирования, анализа, экспертной оценки, поиска партнеров, долгосрочных партнеров, которые войдут в этот проект и, простите за такой сленг, не соскочат на середине пути, я причем это имею в виду в том числе и политических драйверов, потому что, вы знаете, сменяемость власти, это не самый лучший, так сказать, сегодня признак современной России, которая влияет на краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную перспективу таких серьезных проектов, как у нас. Город не миллионник, население, экономическая планка населения достаточно скромная, стоит посмотреть статистику и все экономические рейтинги. 15-й мы, по-моему, по степени благосостояния с хвоста. Я вспоминаю недавнюю нашу новость о том, что треть жителей Кировской области получает зарплату в 15 тысяч рублей. Вот я вам хочу сказать о том, что если мы сегодня делаем аналогии сравнения с Татарстаном, с нашими соседями, это некорректная аналогия сравнения. С любым миллионным городом некорректная. И тут еще надо понимать геоэкономическую составляющую. Дело в том, что наш город, вы знаете, заточен в основном все-таки на оборонную промышленность. И нужно понять сегодня, я бы даже провел, например, на сегодняшний день такой анализ, насколько вот рабочие, работники вот этих крупных заводов и так далее, и так далее, сегодня по какой цене они потребляют этот контент. Есть ли у них на это время, есть ли у них запрос, есть ли сегодня у них морально-физиологическое состояние такое, понимаете, когда им хочется и нужно, и они без этого жить не могут. Это тоже очень важный аспект, потому что целевая аудитория у нас не такая большая, она по большому счету и ходит в одни и те же концерты. Мы же проводим концерты, мы знаем, что костяк 50-60-70 процентов, да, это примерно одни и те же люди. То есть это люди, которые ходят постоянно. У них вот такой стиль жизни, они ходят на концерты. А вы абсолютно правы. А кто-то смотрит их в интернете. Еще не просто на концерт, они, безусловно, их жизнь состоит из похода на концерт, из похода в какое-то присутственное место гастрономическое. Я видел, что Олег подготовился к этой программе и увидел рейтинги о том, что... Немножко позже их озвучу. Да, вы озвучите, но я так приоткрою завесу вашей подготовки к программе о том, что сегодня, скажем, походы в ресторанно-кафешное заведение, они увеличились по сравнению с прошлыми годами. Вот. Это те же самые люди, потому что для них это комплекс мироощущений. У них сформировалось мировоззрение урбанистическое, городское, буржуазное, если хотите. Стиль жизни. Стиль жизни. И я думаю, что многие из них не являются пролетариатом в каком-то этом смысле слова. Понимаете, это люди с большим достатком или со средним достатком. Вообще, если в целом взять, то есть время человека ограничено, не считая сна, работы и прочего, то, что он должен сделать с детьми. Конечно. Его время свободное, оно должно быть захвачено. Время, которое он может потратить. Телевизором, которое он может захватить. Я бы так сказала, на собственное развитие. Какие-то ивенты. Олег сейчас говорит, как эксперт. Какие-то встречи с друзьями. Как настоящий эксперт, абсолютно правы. И где место культуре, где место концерту, спектаклю, шоу, в этой иерархии ценностей, вот это важно. Абсолютно вообще. Олег, колоссальная вам оценка от меня лично, потому что я бы вас ввел в экспертный совет. Потому что это социологический аспект человека, его потребности, его распределение времени, оно тоже очень важен. Ну сколько раз мы ходим? Вроде бы мы интеллигентно-культурные люди, да? Ну дай бог раз в месяц. Ну два раза в месяц. И то, когда пригласят, и то, когда желательно бесплатно дадут проходочку. И вот мы все дружно идем. Поэтому это все очень сложно. А билеты очень дорогие сегодня. Несмотря на то, что, Руслан, ты сказал о том, что есть определенный костяк, который ходит на одни и те же мероприятия, количество площадок камерных, маленьких в городе растет. И я правильно понимаю, что связано это с разнообразием интересов аудитории? То есть кто-то слушает рэп, кто-то слушает народную музыку, идет в ОДНТ, кто-то слушает металл, идет в стальную задницу и так далее, и так далее. То есть с течением времени, ну последний эфир у нас на эту тему был. Четыре года назад. Четыре года назад. Вот насколько изменилось культурное пространство. И есть ли, ну это первое. А второе, есть ли действительно какие-то ивенты, которые способны собрать две тысячи людей в одном зале? Спасибо, Олег. Вы просто не в бровь, а в глаз, как говорится, говорите. И действительно поднимаете вот такие моменты, которые стоит обсудить. Дело в том, что появление вот таких нишевых и доступных локальных площадок, это и есть компенсация запроса людей. Запрос, он существует. Но по экономическим каким-то показателям эти люди не могут осуществить свой запрос по максимуму. Поехать, например, на Hollywood Vampires в Монтре или куда-нибудь, или на Jimmy Requiem куда-то поехать. Да хотя бы в Казань поехать. Хотя бы в Казань. Хотя все больше и больше людей туда ездит. Мы видим в интернете отзывы и так далее. Но тем не менее, людям потребны эти проявления этой нишевой культуры. И они находят примерно то, что они могут себе позволить. И дело в том, что когда площадки так организовываются, для своих субкультур они делают программу лояльности. То есть ты туда можешь прийти, условно говоря, ну скажем так сказать, по льготному билету. Ты можешь какой-то приветственный бокал вина получить. Да, 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 получить. И люди как бы вот рассосались, если так можно сказать, по своим вот этим нишевым историям. В Купе их достаточно много, но они все локальные. И это не экономические модели. Это не экономические модели. Это кто-то организовывает для себя там клуб с очень-очень небольшой маржинальностью. Это вот так вот, чтобы, понимаете, штаны поддержать и прожить эту жизнь в своей комфортной среде. Либо, если это делают заведения общепита, они тем самым привлекают аудиторию к другой сфере бизнеса. И зарабатывают на другом. И зарабатывают на другом. Чтобы люди приходили, взяли что-то покушали. Это вообще-то в идеале на самом деле. Но я вам хочу сказать, что наблюдая за, наверное, сегодня самой успешной культурной площадкой в городе Кирове, это ресторан «Гауди», где трудится мой друг, замечательный человек Николай Донецкий, который просто поднимает колоссальный пласт. Я бы его поставил, наверное, третьим учреждением культуры после моих любимых, так сказать, и успешных, на мой взгляд, учреждений культуры. Это театр на Спасской филармонии. И ресторан «Гауди» именно проекта Николая Донецкого, который привозит звезд. Ты назвал ресторан, но это же не только ресторан, да? Это именно концертная площадка. Он называется ресторан «Гауди». Ты был в ресторане «Гауди» на втором этаже? Ну, вот, к сожалению, нет. Был только на самой площадке. Сходи, это прекрасный совершенно ресторан. 25 лет назад именно я на этих половицах дебютировал, как артист, как ведущий. У меня было свое вечернее шоу. Тогда это называлось «Арт-кафе Виктория», потому что кинотеатр назывался «Победа». Все было очень логично. Сейчас там сделали ресторан. Это единственный ресторан, где находится зрительный зал в стиле 20-х годов Чикаго. Кабаре. Анечка, вы там были тоже? Я не была. Я представляю себе примерно формат. То есть это небольшая сцена. Ну, вот видите, я вам даже могу сказать, что даже вот вы, которые говорите, эту тему поднимаете, не были. Поэтому я вас приглашаю. Для вас это будет потрясающее открытие. Там автоматический занавес. Там фотографии, гизиделеспи, значит, великих актеров, артистов. Там супераппаратура стоит. И рояль, на котором тоже играл Юрий Моисеевич Миславский. И Коля там делает потрясающая концертная программа. Это отдельно, это маленькая филармония. Это как раз тот случай, когда не люди идут в культуру, а культура идет к людям туда, где они собираются. Понимаете? Но, насколько я знаю, сколько я общаюсь с менеджментом, вы знаете, честно вам скажу, что, наверное, в какой-то метафизическом смысле действительно атмосфера создается, людям приятно. Но напрямую, я вам так честно хочу сказать, концерт не влияет на чек. Напрямую эти на сегодняшний день две вещи, они очень плохо коррелируются. Хотя, вроде бы, казалось, люди должны прийти. Это как в кино, да? Приходят люди в кино, берут попкорн, там что-то такое. Это очень сложно поймать баланс. Очень сложно. Вне зависимости от того, кто выступает. Вне зависимости от того, кто выступает. Здесь есть очень много, как говорится, таких, знаете, профессиональных нюансов, когда, простите меня, публику можно будет раскрутить, раскрутить не только на потребление культурного контента, но еще и на средний чек. Вот мы недавно с Анечкой были на одном чудеснейшем мероприятии, не правда ли? В клубе. В прекрасном. Инженер. Инженер. Совершенно не кировская история. Ну, просто вкусно с точки зрения внешней атрибутики. Все очень духовно и так далее. Около 140 человек. Я слышу рекламу идет сейчас. Нет. Не было, к сожалению. Это на улице Ярдякова. Это был концерт. На улице Ярдякова это был концерт. Это было проект облагоходцы. Место-то такое не очень центровое. Да вы знаете, сегодня, честно говоря, уже по большому счету локация не так значима. Она значима, безусловно, в бизнесе. Но кому надо, придут. Это тоже такой, знаете, очень тематический клуб. Очень круто оформлен. Очень круто оформлен. Но если, Аня, вы заметили, максимум, что себе могли люди позволить, это бокал пива, там, сухарики или что-то в большинстве свое. Я не думаю, что этот концерт дал мощный чек. Понимаете, вы видели это на ваших глазах. Люди пришли именно на концерт. Да, люди посмотрели концерт, встали и ушли. Мне кажется, что в Гауди может быть немножечко все-таки другая история. Там формат ресторана, он предполагает, что люди все-таки идут в том числе и поужинать. Вот как раз в теории, в теории это так и выглядит. А на практике? А на практике это выглядит чуть лучше, чем в баре «Инженерка», когда мы с вами были. Понятно. Это первая часть вопроса, но, наверное, уже после небольшой рекламы. Сделаем небольшой полуминутный перерыв и вернемся. В гостях у нас Руслан Мамедов, художественный руководитель Творческого объединения «Кировконцерт». Олег Прохоренко, Анна Лапшина и Руслан Мамедов. Всем привет, друзья! Программа «Разворот на бизнес в разгаре». Звездный бизнес. Хватает ли в Кирове концертных площадок? Обсуждаем эту тему. Мы остановились на баре «Инженер», который открылся не так давно на улице Ердякова. Он и Руслан были на концерте благоходцев и пришли к выводу, что с точки зрения совмещения искусства и общепита, даже хорошей кухни, к сожалению, у нас этот конгломерат не работает с точки зрения бизнеса. Человек всегда закладывает, сейчас мы обсуждали, определенную планку. Сколько он готов потратить? На мой взгляд, примерно психологическая планка это 1100, ну полторы тысячи на человека максимум. Если вдвоем это уже три, это уже больно. Это для Кирова или это вообще по России? Я думаю, что наш город показателен при такой экономической модели. Я думаю, что полстраны так находится в такой ситуации. Есть другие города, но там другие ветры веют, понимаете? То есть там другие города. Казань, Питер, Москва нельзя сравнивать, это совершенно другое. Руслан, человек закладывает этот же себе потолок для того, чтобы сходить просто на концерт, просто на спектакль какой-то или там... Или меньше. Нет, это гораздо больше. Или больше. Гораздо больше, конечно. Дело в том, что когда мы говорили о том, что искусство и творчество и культура находятся в непрофильных площадках там, где, извините меня, кушают и едят и пьют, это, вы знаете, непонятно, что является сопутствующим. Либо, так сказать, одно является бесплатным приложением к журналу «Мурзилка», либо второе. А когда люди идут в зрительный зал, там уже непосредственно, то есть там нет формата поесть и заодно посмотреть, правильно? То есть поэтому люди уже идут по своей потребности и готовы выкладывать гораздо большие суммы. На сегодняшний день чек в Кирове самый большой это было 7 тысяч рублей на лепса. До 7 тысяч рублей. И при этом зал собрался? Не собрался. Не собрался? Не собрался на 100%. И вот тогда, я так понимаю, у людей, которые думают о больших залах, возникает следующая такая достаточно, не хочу назвать примитивная, но в их понимании очень простая формула. Если бы зал был больше, то билет стоил бы дешевле. Ну, логично. Как с самолетом. Как с самолетом. В этом есть. Да, в этом есть логика, да. Но я могу так сказать, что очень многие артисты и менеджмент артистов делают поправку. И когда мы разговариваем, нам задают вопрос. Скажите, пожалуйста, а сколько мест зал? Зал, мы говорим, 800, это одна цена. Тысячник зал, это другая цена. Выше? Да, двухтысячник зал, это может быть совершенно другая цена. Потому что, я вас уверяю, выступать перед 800 людьми или перед 2000, это две большие разницы с точки зрения артиста. Энергии. С точки зрения изобразительных средств, с точки зрения той сценической площадки и сценографии, которая, либо камерная площадка, люди пришли, увидели одного гитариста, он сыграл, спел, все люди облились слезами, поаплодировали, пообщались, автограф взяли, поцеловались и разошлись. Либо людям нужна психологическое состояние, в которое должны на больших площадках вгонять артисты. То есть, фактически, это такой транс даже получается, да, когда весь зал, один зритель, другого зрителя заводит и заражает. Во-первых, не все артисты умеют им управлять, хочу вам сказать, не все артисты, есть настоящие артисты, кто артисты, есть исполнители. И поэтому для них филармония, всегда останется филармония, и драм-театр, всегда драм-театр, и родину не надо убирать. Есть хорошие, качественные исполнители. Есть люди, которые работают с большими площадками, с большими аудиториями, поднимают и тысячные залы, и двухтысячные, и десятитысячные, и стадионы. Вот, например, госпожа Лобода в Киров приехала, летом, так сказать, провели мероприятие, организаторы погорели на приличную сумму. Хотя с виду было все хорошо. Я говорю, там, ребят, понимаете, это профессиональная отрасль, там есть свои регуляторы. И кто там не бывает, не поймет этого всего, потому что в большом зале, в двухтысячном зале, это другая акустика, правильно? Другое качество и количество акустики. Другая аренда, вероятно, у этого зала будет. Другая точка рентабельности этого зала будет. Если мы сегодня приходим и арендуем, условно говоря, там за 77 тысяч рублей ту же филармонию, они ведут очень лояльную, хочу вам сказать, на сегодняшний день политику по аренде, то вот такой зал будет стоить не менее 300-400 тысяч рублей в аренде, и это все будет закладываться в стоимость билетов. Плюс повысится цена артиста, правильно? Плюс нужны будут, вероятно, какие-то дополнительные изобразительные средства. Я не думаю, что сегодня площадка, как коробка, будет упакована сверх качественной аппаратурой. Светодиодный экран, свет, звук и так далее. Потому что площадке придется содержать штат еще около 30 непрофильных людей, которые будут заниматься только обслуживанием сценической инженерии сцены. Понимаете? Так никто этим не будет заниматься. Технические сотрудники, да? Поэтому, если слушателям нашим нужно какое-то конструктивное резюме, и вы меня ради этого пригласили, я думаю, что здесь путь только один. Если есть воля нашего губернатора, если он, вы правда говорите, что он озвучивает это, я слышал неоднократно. Неоднократно, да. И когда приезжал Валерий Георгиев, тоже речь об этом шла. И Валерий... Если сегодня в городе проходят, а я знаю, проходят предметные консультации, и пусть этот этап консультации продлится максимально долго. Очень компетентных. Смоделировать, пригласить туда партнеров. Если у нас третье, есть партнер федерального масштаба, какой-то мощный игрок. Например, какая-то операционная система продажи билетов. Они сегодня концентрируют, как маленький банк, вокруг себя очень большие деньги. Те, кто продают билеты. И я знаю, что одна из компаний, которая зашла в Киров, ведет консультации с нашим правительством на предмет девелоперского участия в этом проекте. Именно в создании большой концертной площадки. Да. Если максимально эта концертная площадка не будет заточена на нашу системную культуру, на системное бюджетирование, не будет зависеть от двух аспектов, которых у нас нет. Деньги и кадры. Я подписываюсь именно под этими словами. Если они поставят свой менеджмент федеральный. Если эта площадка станет частью большого проекта площадок этого игрока, как бы каруселью, понимаете, да? И если эта площадка отдельно взятая, не будет заточена на окупаемость, потому что окупаемость у этой площадки все равно не будет отдельно взятой. Она вообще окупится когда-нибудь? Эта площадка нет. Окупится целая система площадок. Если появится такой игрок, который построит площадку в Калуге, в Кирове, в Рязани, ну где-нибудь еще. По аналогии с кинотеатром. Кинотеатром, Олег, еще раз тебе, брат мой. И еще раз тебе одну мандаринку можешь взять, брат мой. Великолепно. Браво, я тебе аплодирую. Понимаете, да, куда, где собака порылась? Об этом никто не говорит. Это надо тоже думать. На самом деле, когда ты упомянул о партнерстве, я думал, что все-таки речь идет о каких-то кировских девелоперах или кировских, я не знаю, строителях, компаниях. А речь идет именно о федеральных игроках. Но вы знаете, как подрядчики-то ведь могут и наши выступить. Нет, ну речь не о подрядчиках. Это вложение средств. Об инвесторе речь. Игорь Владимирович как раз говорит о том, что это должно быть не государственное, а государственно-частное партнерство. А партнеры, вот кто они? Это как раз вопрос к тебе, как к эксперту. То есть кто ими мог бы выступить? Ну вот я уже вам намекал как бы на, так сказать, вот одну сферу этого бизнеса. Распространители билетов. Ну назовем так это примитивно. Но есть еще другие какие-то интересанты, наверное. Вот что-то из этой серии. То есть должны быть очень крупные, негосударственные крупные структуры. А, например, государство может на партнерство привлекать в том числе, разумеется, небюджетные деньги, а, например, того же, тот же Газпром, например, понимаете? То есть со стороны государства он выступит. Но если хотите дело завалить, отдайте это все в государственные руки. Вот поставьте какого-нибудь чиновника, клерка туда, понимаете? И все завалится сразу же, моментально. Возьмите деньги из федерального бюджета к юбилею Кирова. Да. Здесь должен быть такой серьезный человек, опытный зубр такой. И менеджмент должен подчиняться напрямую все-таки девелоперу. То есть его доля участия должна быть большая. Он должен быть доминирующим в этом союзе. И он должен нести все риски. Ни в коем случае бюджет не должен нести всю нагрузку и все риски. Это невероятно сложно. Сделаем сейчас перерыв на рекламу. Вернемся, вернемся в наш эфир через две минуты. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Продолжаем. «Звездный бизнес. Хватает ли в Кирове концертных площадок?» Обсуждаем эту тему. В гостях у нас Руслан Мамедов, художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт», известный в Кирове деятель культуры. И мы возвращаемся к обсуждению темы большой, крупной концертной площадки и ее перспектив. У меня вопрос вот какой. Мы поговорили о том, что менеджмент этой площадки должен быть не кировский. Только в этом случае она будет работать эффективно. И Руслан говорит, что хотите погубить дело? Поставьте чиновника руководить этой площадкой, поставьте местного чиновника руководить. Взаимосвязь между местными властями и тем, каким образом будет управляться эта площадка, она прямая. И мне кажется, очень сильно зависит от политической конъюнктуры, от политической воли и от того, задержится ли, условно говоря, в Кирове тот человек, который сейчас продвигает идею создания этой площадки. Уходит один человек, приходит другой, у него иные приоритеты. Он говорит, ребята, до свидания. Вот мне это неинтересно, этот ваш концертный зал. Аня? Да. Зачем я вам здесь нужен? Объясните мне, пожалуйста. Руслан, вы эксперт. Я эксперт, но вы так все прекрасно сейчас рассказали, я на протяжении 30 минут не устаю делать вам комплименты. Вот вы абсолютно говорите теми словами, которые нужно записать людям, вот как вы и Олег, вы разбираетесь в этом. Знаете, на вятке говорят, есть слово такое, у меня бабушка раньше говорила, он больно толсто знает свое дело. Вот вы сделаете, вот толще знаете, чем кто-либо, пока это не будет сформулировано, пока это не будет принято как объективная данность. Вот все ваши слова золотые. Дело не будет с мертвой точки сдвинут. То есть, Руслан, я не ошибаюсь. Вы не ошибаетесь ни на минутку, никто из вас, ни на одно слово вы не ошиблись. В таком случае, а есть ли вообще перспектива у этого проекта? Ну, вот я вам еще раз говорю. Учитывая, что подготовительный этап займет несколько лет, строительство займет несколько лет. И риски очень высокие. Я не знаю, вот те итерации, как сегодня говорят, в IT-бизнесе, значит, да, сколько лет займет подготовительный период. Если он будет идти динамично, если он будет идти зрело, компетентно, правильно, перманентно и последовательно. Но за полгода это все равно не сделать. Но это надо делать, знаете как, то есть не должны произойти, одна встреча произошла, и люди сидят, извините за выражение, в репе чешут еще 6 месяцев, понимаете, и говорят, нам сегодня не до этого, у нас отопительный сезон, у нас выборы, у нас переименование аэропорта или там что-нибудь еще. Понимаете, нам некогда этим заниматься. Здесь должна быть отдельная рабочая группа из компетентных людей. То есть этот вопрос нужно толкать. И нужно на первом этапе потратить деньги, я вас уверяю, они будут незначительными деньгами по сравнению с финансовой емкостью всего проекта, именно на компетентное заключение, опираясь на местные факторы исключительно. И на отрасли в целом должны быть заключения экспертные, технические, как мы уже сказали в перерыве. Здесь ведь очень много аспектов, в том числе и эксплуатационных, понимаете, здесь с энергоснабжающими, с ресурсоснабжающими компаниями. Ну, представьте себе, люди придут на концерт, 2,5 тысячи человек, а у нас, у ККС, профилактика, значит, линий водовода или, например, канализация не работает. Я вам могу сказать, что будет ровно через час в этом прекраснейшем здании. Ну, это уже такая... Это совсем неприятная картина. Апокалиптическая картина, а я это видел. Я это видел вот в театре кукол, где я служил. Приходят дети, приходят люди, понимаете, и пахнет некрасиво, невкусно. Почему? Потому что, а, допущена конструктивная ошибка. Это я могу 100% сказать. Вот, и, б, возникают на этой ветке, на старой ветке вот этих канализаций водовода, возникают постоянно сломы и профилактические проблемы. Тут надо так подойти компетентно, что я просто благословляю тех людей, которые этим займутся. Создавайте рабочую группу, если ваш покорный слуга чем-то сможет помочь, я с удовольствием на безвозмездной основе войду, чтобы как раз отстаивать вот этот равноудаленный, не заинтересованный, а компетентный взгляд. А не подвизгивать, не подвякивать, не подлизывать и говорить, давайте, давайте, какие вы молодцы, это все хорошо построить. А потом, что с этим делать, вот вопрос. У меня еще один вопрос, но, Олег, можем поменяться. Хорошо, тогда за там я. Опять же, возвращаясь к тому, что проект все-таки не родится за год и не появится, а будет ли он вообще востребован через 5, допустим, лет? Учитывая развитие высоких IT-технологий, еще чего-то. Выживет ли театр, когда появится телевидение и интернет. Молодежь уходит все дальше и все глубже в интернет, еще куда-то там. Вот это нужно вообще? Я могу вам словами очень лукавыми ответить, потому что я подучился тут недавно. Я ходил на всякие вот эти коучинги, на что-то, чтобы посмотреть своими глазами. Это, значит, новый феномен такой возникший тоже. И на один тренинг ходил и спросил этого тренера, говорю, слушайте, а будет ли это? Потом он говорит, я не знаю, надо тестить. Понимаете? То есть я не знаю, надо тестить. Тут все зависит от степени и коэффициента безумия тех людей, которые это будут строить, понимаете? Если безумие будет допустимое с точки зрения безумства храбрых, поем мы песню, это одно, понимаете? И будет воля, огонек, кураж, энтузиазм строительства этого. А если будет безумие, когда люди будут делать поступки управленческие и какие-то прямо противоположные логики, целесообразности и так далее, он не проживет у вас и годы. Потому что можно все, что угодно сделать и отдать в руки нерадивых людей, нерадивой команды, она завалит вам любое дело. Поэтому я тут не берусь быть пророчицей Кассандрой и говорить, будет оно или не будет. Надо посмотреть. Но если ввязываться в это дело, ребята, это личный вызов. То его нужно дожимать до конца. Потому что все остальное это терраспорт, это, к сожалению, Никита Юрьевич, его трагическая история, когда при нем замечательные проекты запускались, но не хватило ни воли, ни разума, ни мужества. Ни времени. Ни времени, да. И не даже того, чтобы пристально обращать на это внимание. Вот наш проект Аполло запустили. Я считаю, что это был единственный проект, самый мощный, который можно было сегодня развивать. Это кластерное мышление. Это создано было специальное учреждение культуры со всеми инструментами. Давайте не будем забывать, короля играет свита. Что произошло с предшественником Игоря Владимировича. Понимаете? Он вокруг собрал себя вот эту всю комарилью, понимаете? И потом весь мир воспринимал через них. И в какой-то момент картинка стала такой, знаете, кривой. Поэтому тут очень важен вот этот интерфейс, очень важна компетентная работа, чтобы никто не докладывал, а самому все это понимать и слышать не через зам-зам-зам-зам-замычей. Понимаете? И не через, не дай бог, наше министерство культуры. А напрямую через вот тех бойцов невидимого фронта, которых мы называем пехота шоу-бизнеса, солдаты мы. Люди, которые ежедневно работают с микрофонами, с аудиторией, со зрителями, с рекламой, с рисками. Мы сами несем за свой счет риски. Мы не получаем ничего. Мы не пилим бюджетные деньги. Нам никто не дает ничего на финансирование. Поэтому мы имеем право сегодня на такую, может быть, отчасти даже и непривычную сегодня оценку. Но она, по крайней мере, такая, какая есть. Сократ мне друг, но истина дороже. Руслан, я, честно говоря, не знаю ни одного представителя власти, уровня руководителя региона, который самостоятельно занимался бы вот таким вопросом. Я вот тоже не знаю. У меня родилась мысль, точнее вопрос. Если мы говорим о рисках политических в этой связи, о проектах, которые должны смотреть гораздо дальше, чем срок губернаторский или какой бы то ни было, то нет ли возможности хотя бы гипотетически, чтобы этот проект курировал или был гарантом федеральное министерство? Вы извините, я поднял воды в кружечке Эхо Москвы и пожелал всем, и в том числе зрителям, и слушателям хорошего здоровья. Руслан обещал привет передать. Да, привет. Олег, значит, сейчас мы обязательно должны этот привет передать, и потом мы, я думаю, что ответим. Дорогие друзья, все, кто нам с Анечкой писал, кто поддержал наш чат в Фейсбуке, всем привет о каждом помним, знаем, любим, улыбаемся каждому. Спасибо. Олег. Еще раз, очень кратко, не может ли выступить гарантом такого проекта Министерство культуры федеральное? Не знаю, здесь я нон-компитал, тут надо спрашивать, это уровень договоренности, договоренности главы региона. Чтобы не было зависимости от сменяемости власти на уровне. Не могу сказать, ребят, на этом я думаю, что вот моя компетенция, она, наверное, заканчивается, это вопрос уже к рабочей группе, к механизмам реализации подобного рода проектов. Я в таких еще ни разу не участвовал. Тогда другой вопрос, вот здесь уж точно эксперт-эксперт, и я его уже задавал, вот это вторая часть вопроса, а есть ли группы, музыканты, коллективы, театры, которые способны заполнить этот зал? Ну вот как раз возвращаемся рефреном к тому, что вы пометили, кто такие собираемые артисты, да? Так называемые собираемые артисты. Я знаю, что Шнур, я знаю, что Ольга Бузова, которая скоро приедет в Киров 16 февраля в Гауди. Но также и Ольге отменяется концерт очень легко. Я знаю, что Лобода, но на ней люди пропали. Но это, извините меня, когда я говорю об этих вещах, мы говорим, наверное, сегодня об одном срезе творчества, да, который, ну, сложно назвать культурой, вероятно, в полном смысле этого слова. Когда мы в голове представляем, скажем так, вот этот красивый храм новой культуры, вероятно, он у нас коррелируется, в первую очередь, с какими-то фразами, там, Маринка, там, да, что-то такое. Вот такие прививки классические, значит, сиюминутные прививки, там, если бы раз в месяц к нам приезжал, там, Спиваков, там, Гергиев, Маринка и так далее. Ребята, я хочу вам сказать, что ни одна такая вот разовая прививка не оккультурит регион в полном смысле этого слова. И люди не станут себя вот глобально счастливее слушать, потому что за год они в Кирове посетили и то, и то, и то, и то. Нет, наверное, я бы так не сказал, потому что культурные ощущения, вот эти, как я вам принес, мандаринки, вот эти эндорфины, витамины, это ощущается каждый день из определенного культурного фона и контекста существования на этой территории. Мы, кстати, говорили 4 года назад об этом, и об этом говорил министр культуры Пермского края в свое время, что я хочу создать здесь вот это культурное пространство, чтобы людям не хотелось уезжать куда-то. Да, и я вам хочу сказать, что у него это получалось у Черкунова. Он пригласил туда Марата Гельмана, и действительно 3-4 года Пермь гремела на всю страну. Но когда я вернусь, пожалуй, вот в соответствии, тут мы опять возвращаемся к профессиональному аспекту. Ребята, вот те формы, о которых я сказал, Спиваков, Георгиев, Мариинка, они должны смотреться в театрах оперы и балета, в определенной конфигурации залов, понимаете? Это классическое искусство. Оно прекрасно смотрится в Мариинском театре, правда? В Большом, допустим, в концертном зале Московской филармонии, там, я не знаю, в Таллине, там замечательный зал зрительный. Но если сегодня мы говорим об зрительном зале на 2500 мест, я вас уверяю, что это будет не классическое архитектурное строение. Это будет современный зал-трансформер такой, что, простите меня, если вчера там на этой сцене будет выступать Лобода, а сегодня Георгиев, то мало чего в интерьере этого зала изменится. Представьте себе классическое искусство на крытом стадионе, условно говоря. К этому тоже аспекту нужно относиться очень культурно и культурологически. Скорее всего, мне кажется, что уже и сегодня можно привозить подобного рода артистов, что и делает Игорь Владимирович, имея возможность какого-то небюджетного дополнительного финансирования, субсидирования, скажем так, этих коллективов, потому что не столько дорогие гонорары, сколько дорогое их перемещение. Понимаете, они едут с очень дорогими скрипками, с очень дорогими инструментами. Там кофры. Иногда к скрипкам даже приставлены свои охранники, понимаете? Действительно, там очень дорогие инструменты. Но ведь получилось же, пригласили наш Мариинский театр, по-моему, под управлением Гергиева. Ну, пока вы сеченную составили. Но, тем не менее, это было замечательно. Я бы хотел нашему правительству, Игорю Владимировичу, именно сказать слова поддержки. Если есть такая возможность вне бюджетного финансирования, а она, похоже, есть, то, наверное, пока на тех площадках, которые у нас сегодня есть, можно продолжать. Это филармония, это драмтеатр. Пожалуйста. Для того, чтобы хватало всем мест и всем билетов, просто надо планировать так, чтобы была возможность ни одного выступления, а двух или трех. Одного? Одного артиста. Это возможно? Только при условии субсидирования. Потому что, если мы говорим, что мы полный-то зал не можем собрать, так как два-то вы зала соберете? Ну, я вспоминаю просто, как на Гергеева все спрашивали билетик. Ну, возможно, да. Руслан Громедов, в нашей студии художественный руководитель творческого объединения «Кировконцерт», известный в Кирове деятель культуры. Мы, Руслана, благодарим за его экспертную оценку. Я вас тоже благодарю за приглашение. Спасибо вам большое. И не знаю, встретимся ли мы перед Новым годом. Поэтому зрителей и слушателей, по традиции, с наступающим. Олегу, всего доброго. Анечке и нашей берлинской девушке под названием Светлане Занько.